Не цикл и линейка, а линейка и отмечатель середины отрезка. То есть устройство, которое две ножки ставит в произвольные точки, а оно отмечает середину отрезка. Задача. При помощи такого отмечателя середины и при помощи линейки сумейте отрезок разделить на три равные части. Повторяю. Дан отрезок, он реально нарисован. И линейка, самая обычная геометрическая линейка, которая через две точки умеет проводить прибор. А также странный такой прибор, который позволяет отмечать середину. Он рисует середину отрезка. Указываешь на какие-то другие две точки, и он рисует середину отрезка. Задача. Разделить на три равные части. Чтобы вам было веселее, заполнение. Теорема Фалисия, конечно, замечает, но есть еще такое заполнение. Вот представьте себе, что у вас есть отрезки одинаковой зелены. Представьте себе, представьте себе, что все эти отрезки одной и той же длины. И проведите параллельную приморку. Каким свойством будут обладать эти отрезки? Тоже будут равны из-за гомотетии. Поняли, да? Это уже не теорема Фалиса, а это действительно гомотетия. То есть при раздутии в сколько-то раз у нас получается, что вот эта картинка раздувается. Соответственно, эти отрезки обязательно тоже будут равны, если эти были равны. Ну все, теперь я уже подскажу. Алексей Слюич, а вот наш прибор может взять отрезок? Ну то есть взять отрезок и его перенести? Нет, наш прибор не может взять отрезок. Он умеет отмечать к середину. Больше он ничего не умеет делать. Нет, нет, книжку не надо смотреть, там этой задачи нет. Нет, не потому что книжка плохая, ребята, еще раз, книжка хорошая. Просто я хочу, чтобы, ну как бы, я пытаюсь помочь вам прочитать эту книгу. Это значит, что я не обязан идти в странице с точкой за точкой, но вам советую обязательно прочитать. Я пытаюсь сделать чуть веселее этот процесс. Итак, задача. При помощи прибора, который умеет отмечать середину отрезка, и при помощи обычной линейки сумейте разделить отрезок на три равные части. Должны быть отмечены две точки. Ты подводишь туда, ну, какие-то острия этого прибора, и после этого он тебе отмечает середину. То есть он, да, от одной точки два равных отрезка не может вложить? Не может. Это не циркуль. Две точки на равные точки? Это не циркуль. Это такой прибор, который умеет отмечать середину. Больше ничего не может. Отрезок пополам. Больше ничего. У нас есть этот отрезок. Пока что больше ничего больше нет вообще. Взял. Проведем этот отрезок. Параллельно. А интересно, как? Я не знаю. А как? У нас нет устройства для проведения параллельной прямой. Делитель пополам есть, а устройство для параллельной прямой... Отрезок АВ. Отрезок АВ. Ставим точку, не отнимая АВ. Точка С. Присуем АС и БС. Два отрезка, да. Берем середины. Ну давай, не будем читать. Прямо взять середину, просто так. Будем читать линии. Итак, два отрезка есть, середину взяли, дальше. После этого рисуем. Да. Берем здесь середину. Да. Берем здесь середину. Проверяю эту адреску. Да, правильно. Здесь 1 четверть. Потому что здесь было 1, правильно здесь единица? Да. Так, дерево пола. Да. Здесь будет 3 четверть, отбачивать, отбачивать, отбачивать. Да. И рисуем. Ура! Если мы какой-то отрезок сумели разделить на 3 равные части, нарисую другой способ. Мне кажется, что он немножко понятнее. Другой способ такой. Когда вы нарисовали треугольник АВС, давайте считать, что у вас, ну, ну, что он несут. Итак, вот есть у нас треугольник АВС. Проведем среднюю линию. Разделим пополам, пополам и еще раз пополам. Это новых линий не даем. Дальше внимание. Берем произвольную точку на АС. Не надо произвольную точку. Надо где-то вот так. Итак, раз, линия, два, линия, три, четыре, пять, шесть. А, у меня шесть. Я на один отрезок сэкономлю. Согласны? Нет, у тебя семь. Как семь? У меня сэротвийском могу. У тебя было восемь с отрезком, а у меня семь. То есть я на одну линию сэкономлю. Согласны? Да. Можно придумать решение, основанное на том, что идеаны треугольника пересекаются в одной точке и делятся в отношении два к одному считая это решение. Идея такая. У нас есть отрезок АВ. Мы сначала нарисуем, ну, я сейчас объясню карту, но как-нибудь нарисуем отрезок, середины которого является точкой АВ. Отрезок, середины которого является точкой АВ. Представьте себе, что не удалось это сделать. Такая, это медиана вот такого треугольника. У нас нет делителя пополам. Поэтому провести вот такую медиану мы можем. Все. Мы разделили отрезок в отношении два к одному. Делителем пополам делим, получается, три равные части. Ну, теперь самое главное. Как же найти отрезок? Рисуем произвольный треугольник с вершиной в точке В. Ну, я вам рисовал следующее. Неважно. Проберем две любые точки, лишь бы они не были на одной треугольнике с точки В. Делим пополам отрезки. И смотрите, что у нас получилось. У нас получились средние ленины треугольника. И здесь проделаем два. Здесь проделаем два. А значит, если я проведу вот так вот ленину и проведу вот так вот ленину, то длина такого отрезка будет равна длине такого отрезка. Потому что в параллельной прямой точке расположена посередине. Это означает, что если я соединил точку В, у меня же здесь была середина, которая прошла, я тоже не отрезаю, то я получаю поле лограмма. Это мои высокие вершины нарисовали. Ну, может, точно так же есть за это решение. Провели прямой. То чего? До пересечения с такой прямой. И у нас опять получился поле лограмма. То есть, смотрите, какая история. Вот этот вот треугольник контролирует вот этот. Значит, этот отрезок равен этому, но там была середина, поэтому этот равен этому, равен этому, это параллельные прямые. Значит, здесь тоже кардинограмма. Но ведь и эта прямая была параллельной средней линии. Все. Я получил нужный мне отрезок. Отрезок с серединой В. Ну, господа, на самом деле, все, что мы делали, было намного сложнее, чем на самом деле решение задачи. Смотрите, здесь вот показано, что мы могли сделать. Вот данный отрезок АВ. Берем преизвольную точку С, вот, как и прямой АВ. Делим отрезок АВС пополам, получаем точку Д. Делим отрезок АВС пополам, получаем точку Е. Проводим прямую среду пересечения с АВ. Так вот, это и будет на самой третьей части. Почему? А потому что, если мы с вами проведем среднюю линию в треугольнике БЦФ, то есть вот проведем прямую через середину отрезка БЦ, проведена в стороне БФ, то тогда показаны треугольники конкурентны. А дальше смотрите, средняя линия – это половина отрезка БЦ. И она равна АВ, из-за конкурентности треугольника, значит, как раз и есть одна третья от АВ. После этого осталось взять середину Ж отрезка БФ и задача решена. Завидеть это намного проще всего, чтобы делать до этого. Итак, повторяю. Проводим любой отрезок БЦ, лишь бы он не лежал на прямой АВ. Берем середину Д отрезка БЦ, берем середину Е отрезка АД, пересечение прямой СЕ с прямой АВ, точка Ф. Она как раз делит отрезок в отношении 1 к 2. После этого точка Ж – середина отрезка БФ. Продолжение следует...